Сегодня расскажу вам про очень крутой аддон в блендере, который позволит сделать вам реалистичный снег. Итак, сейчас зима, снег вам наверняка пригодится. Прежде всего я добавлю сюда свой 3D-скан. То есть я сканировал его, чтобы на примере модельки с себя показать, как работает этот аддон. Модель получилась достаточно реалистичной, то есть и форма, и выражение лица, здесь все соответствует реальности. После чего вам нужно зайти в Edit Preferences, в поиске по аддонам вбить Real Snow. Он у вас здесь уже будет, добавили его. И справа в выпадающем меню, если у вас его нет, то вы можете нажать клавишу N на английской раскладке, и у вас появится вкладка Addon. Соответственно, Hide говорит о высоте снега, которую мы получим. Давайте сразу не будем мелочиться и поставим значение 6. А Coverage говорит о том, насколько плотно снег будет лежать на той или иной поверхности. Переходим в режим редактирования по кнопке Tab. Я выиграл Selection Circle. Радиус поставил 59. И через Shift выделяю те области, на которых будет находиться снег. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь вот у меня в голове такая огромная вмятина, поэтому я думаю, что в нее снега, скорее всего, насыпалось бы достаточно много. Продолжаем в таком духе. Сюда, сюда. Ну, может быть, немного сюда. Хотя, наверное, это было лишним. Ну что ж, отлично. Отлично, я считаю, отлично. Так, 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 так. Все. Выходим из режима редактирования. Нажимаем здесь, ставим галочку Selected Face, чтобы у нас снег оказался только на той поверхности, которую мы выделили. И нажимаем Add Snow. О боже, что это? Ну, а... Прошу прощения. Давайте установим высоту снега в единицу. Это удалим. И создадим еще раз. Точнее, не в единицу, а в одну десятую. Ну, вот, гораздо лучше. Пожалуйста, посмотрите на меня. Вот такой прекрасный снег на мне лежит. А дальше я перехожу в настройки меша. И здесь будет находиться модификатор Subdivision Surface. Я вам сразу могу предложить поставить здесь значение в 4, чтобы детализация на снеге была достаточно высокой. Потому что объем этого снега, да, вот эти вот крупинки, они здесь делаются за счет дисплейсмента. И, соответственно, короче, забейте. Просто сделайте так, если вам это позволит комп и не залагает. Шейдер создается автоматически. Материал, да, то есть он сам создает материал Snow. Дальше мы переходим в шейдер-эдитор World. Можете найти HDRI карту зимы. Вбить Environment Texture. Open. Пошариться у себя там в папке, куда вы ее скачали. И перетянуть в Color. После чего я включу Cycles. О май гад. Это же я в зимнем лесу с прекрасными снежными шапками на себе. Если у вас снег при таких настройках Subdivision будет очень сильно выдавливаться, просто поставьте здесь значение в 0.1. Это значение дисплейсмента. Вау. На мой взгляд, просто нереально. Для того, чтобы эта текстурка выглядела чуть получше, я добавлю иерахность, например, на точка 7. Да. И выглядит просто супер. Еще можно перейти в Color Management. Вместо фильмика включить стандарт. У нас повысится контраст. Перейти в режим редактирования карты окружения. Нажать Ctrl-T. Таким образом вызвать мэппинг и повернуть карту на 180 градусов. Есть ощущение, что с той стороны посветлее. Если вы видите здесь пережженные участки, давайте просто поставим в значение, допустим, 0.4. О май гад. Выглядит просто нереально круто. Давайте добавим камеру. GX Alt-R. Чтобы сбросить ее вращение. Теперь повернем ее на... Направлю ее на себя. Rotation Y. Rotation Y. Минус 90. 0. Разрешение камеры я сделаю. Разрешение экрана. Во-первых, включим GPU, естественно. И отношение сторон сделаю 1080 на 1920. И сейчас мне пришла еще одна не менее гениальная мысль. Я думаю, что будет достаточно круто. Во-первых, добавить... Во-первых, добавить Depth of Field. То есть, чтобы фокус был как бы ну на мне. А после этого добавить еще один объект. Это будет куб. Сейчас я его уменьшу. Опущу вниз. Дам ему Subdivision Surface. Значение 2. Применю. Увеличу еще. Давайте как-то может быть вот так его сделаем. Ой, прошу прощения. Тогда вот так. После чего Shade Smooth. И ему тоже добавлю снега. О май гад. Это просто великолепно. Подождите, дайте я немного это увеличу. Еще. Ну что ж, сюда однозначно нужно добавить, я думаю, Subdivision Surface. Значение, я думаю, 5.5. Чтобы наш снег таким образом не выпучивался. Давайте еще немного убавим. Это просто великолепно. Ну что ж, теперь можно и отрендерить. Render, Render Image. Ну вот, если вас кто-то попросит сделать новогоднюю открытку, я думаю, что это прекрасный способ реализовать все задуманные мечты в наступающем новом году. Желаю вам всем всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова